Конферент-центр на Храмовой площади Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви Мы приветствуем вас, братья, на этой общей сессии священства 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим Происходящее здесь транслируется по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся в табернакле, в зале собраний, в Мариот-центре университета Бригама Янга, в Центре подготовки миссионеров в Прово и во многих странах по всему миру На этой сессии будет петь хор священства из университета имени Бригама Янга под управлением Рональда Стейли, за органом Джон Лонгхерст Эту сессию священства откроет хор, исполнив гимн «Воспрянь, о Божий люд!» Вступительную молитву произнесет старейшина Уэйн С. Питерсон, член Кворума 70 Питерсон, член Кворума 70 Питерсон, член Кворума 80 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом великолепном конференц-центре и в различных местах по всему миру Мы благодарны за Твою Евангелие и за Церковь Иисуса Христа, святых последних дней И за Твоего Сына Иисуса Христа, за свет Его учений, за Его совершенный пример, за Его славное искупление и за Воскресение Мы благодарны за Твоего Президента Церкви и за Кворум 12 Мы просим Тебя благословения для Президента Хинкли Мы просим Тебя поддерживая его, благословляя его, чтобы он мог продолжать вести эту Церковь Мы просим Тебя, чтобы мы могли получать наставления И благослови, пожалуйста, тех, кто будет выступать И чтобы мы могли слушать Мы просим Тебя, благословения для Твоих миссионеров И благослови их во всех отношениях Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, молодых людей, которые отстаивают свободу Благослови и позаботься о них Мы просим Тебя, помогай нам, пожалуйста, чтобы мы посвятили себя и свою жизнь Чтобы мы выполняли Твою работу Чтобы мы могли приводить души людей к Тебе Чтобы мы могли радоваться вместе с ними в Твоем присутствии Мы просим Тебя обо всех этих благословениях во имя Твоего Сына Иисуса Христа Аминь Спасибо, брат Петерсон Сейчас хор исполнит гимн «Милосердием Отец нас озарил» После гимна к нам обратятся старейшина Джозеф Б. Вертлин и Роберт Д. Хейлз Члены кворума «Двенадцати апостолов» После их выступлений перед нами выступит епископ Кейт Б. Макмиллен Член председательствующего епископства Сейчас хор Субтитры создавал DimaTorzok 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 You may rescue You may save Субтитры создавал DimaTorzok Последнее время я часто размышлял о прекрасных событиях, произошедших в моей жизни, Выражая благодарность моему Небесному Отцу за эти чудесные благословения и возможности, я понял, возможно, еще острее, чем прежде, насколько важными в моей жизни были годы формирования моего характера. Многие из наиболее важных и судьбоносных моментов в моей жизни произошли еще в годы юзности. Уроки, извлеченные в то время, сформировали мой характер и определили мою дальнейшую судьбу. Если бы их не было, сейчас бы я был бы совсем другим человеком, находился бы совсем в другом месте. Этим вечером мне хотелось уделить несколько минут некоторым из этих уроков. Я никогда не забуду один футбольный матч, в котором мы играли с соперниками из другой школы. Я играл на позиции нападающего, и моей задачей было либо блокировать линейного защитника, либо постараться открыться, чтобы квотербэк мог передать мне мяч. Я очень хорошо запомнил эту игру, поскольку мой соперник, которого я должен был блокировать, был просто великим. Я точно не был самым высоким спортсменом в мире, а вот мой соперник, думаю, был. Помню, взглянув на него, я подумал, что он весит, наверное, в два раза больше, чем я. Кстати, не забывайте, что в те времена у нас не было такой защитной одежды, которую я носу сейчас. На мне был кожаный шлем, в котором даже не было маски. Чем больше я думал об этом, тем яснее понимал. Если ему удастся догнать меня, все оставшиеся матчи, я буду болеть за свою команду, лежа на больничной койке. Но, к счастью, я оказался быстрее, и большую часть первого тайма умудрялся обходить его, за исключением одной попытки. Наш квотербэк отбежал назад, чтобы передать пас. Я был открыт. Он бросил мяч, который пулей полетел мне в руки. Единственная проблема заключалась в том, что я услышал за своей спиной приближающийся топот. В момент озарения я подумал, что если поймаем этот мяч, то у меня есть все шансы в дальнейшем принимать пищу исключительно через трубочку. Но мяч летел прямо на меня. И именно от меня зависел успех команды. Поэтому я вытянул руки и в самый последний момент оглянулся. Это был он. Помню, как мяч коснулся моих пальцев. Помню, как я старался удержать его. А потом звук удара мяча о землю. Я не очень хорошо помню, что произошло дальше, поскольку этот гигант с такой силой взрезался меня, что я забыл, на какой планете нахожусь. Одно я помню точно. Низкий голос, доносящийся из окутавшего меня тумана. Так тебе и надо. Не будешь играть против нас. Моего школьного тренера по футболу звали Уильям Маккинли Освальд. Он был выдающимся тренером и оказал огромное влияние на мою жизнь. Но он, должно быть, учился подбадривать игроков у армейских сержантов. В тот день, в перерыве между таймами, тренер Освальд напомнил всей команде, как я уронил мяч. Затем, ткнув меня пальцем, спросил, «И как тебя угораздило?» Его голос был далек от проникновенного шепота. «Я хочу знать, почему ты выронил мяч». Я на мгновение запнулся, а потом решил сказать правду. «Я оторвал взгляд от мяча», — сказал я. «Тренер взглянул на меня и сказал, «Точно, ты оторвал взгляд от мяча. Не вздумай еще раз так сделать». Выиграв с мячом, из-за этой ошибки можно проиграть. Я уважал тренера Освальда, и несмотря на то, что чувствовал себя просто ужасно, твердо решил послушаться его слов. Я дал себе за рог, никогда не сводить глаз с мяча, даже если этот великан из другой команды отфутболит меня в Монголию. Мы снова вышли на поле. Начался второй тайм. Это была равная игра, но хотя наша команда играла неплохо, к концу четвертого периода мы проигрывали четыре очка. В следующей попытке прорыва квотербэк выкрикнул мой номер. Я снова побежал вперед. И снова я был открыт. Мяч летел ко мне. Но на сей раз великан оказался прямо передо мной, занимая идеальную позицию для перехвата мяча. Он потизум подтянулся за мячом, но не смог его поймать. Не отрывая глаз от мяча, я высоко попрыгнул, поймал его и внес в конечную зону соперника, заработав победные очки. Я не помню, как мы отмечали победу, но помню выражение лица тренера Освальда. «Ты не сводил глаз с мяча», — сказал он. Я улыбался, наверное, еще целую неделю. Я знаю многих выдающихся мужчин и женщин. Хотя у них разный жизненный опыт, таланты и перспективы, их объединяет то, что они усердно и постоянно трудятся ради достижения своих целей. Легко отвлечься и потерять из виду наиболее важные аспекты своей жизни. Я стараюсь помнить тот урок, что мне преподал тренер Освальд, и расставить приоритеты, выбрав ценности, имеющие для меня особо важное значение, чтобы никогда не сводить глаз с того, что действительно важно. Я призываю вас проанализировать свою жизнь. Определите, где вы находитесь и что вам необходимо сделать, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Наметьте вдохновляющие, достойные и праведные цели, которые оживят ваше воображение и наполнят радостью сердце. А затем не сводите с них глаз. Постоянно работайте над их достижением. Генри Дэвид Торо писал, «Если человек уверенно продвигается в сторону своей мечты и пытается жить так, как он это себе представил, в самый завурядный день он неожиданно добьется успеха». Другими словами, никогда не сводите глаз с мяча. Еще один урок я извлек лежа на футбольном поле под весом 11 других игроков, навалившихся на меня. Это была игра регионального чемпионата Скалистых гор. Чтобы опередить соперников в счете, мне нужно было пробиться через центр поля и внести мяч в их зону. Я поймал мяч и рванулся к линии. Я знал, что голевая линия рядом, но не знал, насколько близко. Хотя я был прижат к земле, навалившимся на меня игроками, я вытянут руку и в нескольких сантиметрах от себя нащупал ее. До голевой линии было всего 5 сантиметров. В тот момент у меня было сильное искушение подтолкнуть мяч вперед. Я мог бы это сделать. И когда судья в конце концов поднял бы игроков с земли, я казался бы героем. Никто бы ничего не узнал. Я мечтал о таком моменте с самого детства, и я так легко мог бы получить желаемое. Но мне вспомнили слова моей мамы. Джозеф часто говорила она мне, «Поступай правильно, каковы бы ни были последствия. Поступай правильно, и все будет хорошо». Я так сильно хотел реализовать тот тачдаун, но мое желание быть героем в глазах матери было сильнее желания быть героем в глазах моих друзей. И я оставил мяч там, где он был, в 5 сантиметров от голевой линии. В то время я еще не знал, что этот случай повлияет на формирование моего характера. Если бы я подтолкнул мяч, я стал бы чемпионом на мгновение, но награды межской славы потребовала бы за это слишком высокую цену. На моей совести остался бы шрам, всежизненно упоминавший мне о случившемся. Я знал, что мне следует поступать правильно. Свет Христа помогает нам отличать добро от зла. Если мы позволяем искушениям заглушить тихий голос нашей совести, то нам становится трудно принимать правильные решения. Мои родители учили меня мгновенно реагировать на искушения и твердо и решительно говорить им «нет». Я хочу посоветовать вам делать то же самое. Не поддавайтесь искушениям. Еще один урок открыл мне радость в служении окружающим. Я уже рассказывал, как мой отец, епископ нашего прихода, поручал меня развозить нуждающимся семьям продукты и другие необходимые вещи. Он был не одинок в своем желании протянуть руку помощи, оказавшимся в беде. 75 лет назад епископ Уильям Ф. Першон возглавлял четвертый приход кола-пионеров в Солт-Лейк-Сити. Он был выходцем из Германии, новообращенным и говорил с сильным акцентом. Он был прекрасным бизнесменом, но самое выдающееся его качество – искреннее сострадание к другим людям. Каждую неделю на собрании священства епископ Першон просил носителей священства Аронова повторять следующие слова. «Священство означает служение. Если я носитель священства, значит, я буду служить». Это был не просто девиз. Если вдовам была нужна помощь, им служил епископ Першин и носители священства Аронова. Когда строился молитвенный дом, там работали епископ Першин и носители священства Аронова. Когда нужно было выйти на прополку или уборку урожая сахарной свеклы и картофеля на благотворительной ферме, епископ Першин и носители священства Аронова были в первых рядах. позже уильям першин служил в президентстве кола где оказал огромное влияние на молодого епископа по имени томас монсон в 1950-х годах епископ першин был призван возглавить швейцарско австрийскую миссию он сыграл немаловажную роль в возведении первого храма за пределами сша в бернирс в швейцарии когда речь заходит о епископе першине всегда вспоминает и вспоминается его забота и сострадания к людям и его неутомимое стремление научить этому качество других из тех молодых мужчин в священстве аронов над которыми он председательствовал в качестве епископа 29 сами стали епископами 10 служили в президентство кольев пятеро стали президентами миссии трое президентами храмов и двое представителями высшей власти церкви это и есть сила великого руководителя это и есть сила служения хотя в то время я не до конца понимал это сейчас мне совершенно ясно что эти уроки и многие другие полученные мной в юности заложили фундамент на котором строилась моя дальнейшая жизнь у каждого из нас есть духовный дар некоторые благословлены даром веры другие даром исцеления церкви есть все духовные дары один из моих духовных даров за которой я безмерно благодарен это благословение духа послушания услышав мудрый совет своих родителей или руководителей церкви я прислушивался к нему и старался сделать его частью своих мыслей и поступков братья во священстве я призываю вас развивать этот дар послушания спаситель учил всякого кто слушает слова моисей и исполняет их уподоблю мужем благоразумному а всякий кто слушает те слова мои и не исполняет их уподобиться человеку безлог безрассудному как нам узнать благоразумны мы или безрассудны когда мы слышим вдохновенный совет мы следуем его это и есть ответ на вопрос о благоразумных и безрассудных какая нам польза если мы слушаем мудрый совет но не следуем ему какая польза от опыта если мы на нем не учимся какая польза от священных писаний если мы не ценим эти слова и не применяем их в своей жизни прензент гордон хинкли обещал небесный отец и зальет обильные благословения на тех кто ходит в послушании его заповедям я присоединяюсь к этим словам я свидетельствую что иисус живой христос спаситель всего человечества я свидетельствую что бог рядом с нами он заботится своих детях и любит их пророки провидцы и носители откровений направляют работу по укреплению восстановленной церкви иисуса христа президент гордон п хинкли современный пророк этой церкви и для всего мира я благодарен своему творцу за эту прекрасную жизнь когда у каждого из нас есть возможность усвоить уроки которые в полной мере нельзя постичь другим способом мои дорогие братья давайте наметим праведные цели и будем работать над их достижением давайте будем поступать правильно и с любовью служить окружающим нас людям я свидетельствую об этом во имя иисуса христа аминь спасибо джозеф мы любим тебя какая радость братья быть с вами собравшимися по всему миру мне вспоминаются слова гимна о воинство святое под стяг с мечом щитом великой битве жизни сомкнись к плечу плечом действительно вы царское воинство божие преданное и верно сегодня вечером я хочу обратиться к самым юным воинам этой армии царства священство ароново диаконам учителям и священникам и идущим вперед на поле битвы жизни вы не помните этого но вы вступили в эту армию приняв одно важное решение и произошло это давно в нашем предземном существовании там на великом небесном совете вы сделали выбор повиноваться воле вашего небесного отца и его сына иисуса христа помните это каждый из вас сын бога решивший в самый важный момент следовать за спасителем и это решение делает вас великими людьми благодаря тому решению которое было принято на небесах и определила ваше вечное совершенствование вы получили физическое тело и свободу выбора чтобы выбирать добро а не зло и теперь растет и готовитесь обрести качество которыми обладает наш спаситель вы были крещены и получили святого духа вы получаете знания о том кто вы почему находитесь здесь и куда затем отправить и теперь вы получили священство аронова священство аронова это подготовительное священство которое дается в этот подготовительный период вашей жизни от того как вы будете владеть этим священством зависит насколько хорошо вы будете готовы к принятию важнейших решений в будущем среди этих решений получение священства мальфизедикова посещение храма служение на миссии получение образования выбор профессии выбор вечную напарника и запечатывание на время и на всю вечность храме каждый из этих решений принимается в свое время вы должны быть уверены что принимайте решение надлежащее время все эти определяющие жизни решений выпадают на очень насыщенный событиями и относительно короткий период времени когда вам будет от 20 до 30 лет этот период я называю десятилетия решения когда я учился в летной школе и готовился стать летчиком истребителем я отрабатывал принятие жизненно важных решений на тренажере например я учился принимать решение о катапультировании когда загорался сигнал о пожаре на борту и самолет входил в неуправляемый штопор помню одного приятеля который пропускал такие тренировки вместо занятия на тренажере он предпочитал играть в гольф или плавать он так и не научился действовать в чрезвычайных ситуациях спустя несколько месяцев на его самолета вспыхнул пожар и самолет стал падать заметив сигнал о пожаре второй более молодой летчик который прошел подготовку и знал когда нужно покидать самолет благополучно катапультировать и спустился на парашюте но мой приятель который не был готов к принятию того решения остался в самолете и погиб в грядущем десятилетии время на подготовку вас будет ограничено важно чтобы вы готовились уже сейчас будучи носителем священства аронова вы должны заранее выработать для себя стратегию принятия важных решений с которыми будет иметь дело в следующем десятилетии вашей жизни когда настанет момент принять каждое из этих решений вы должны знать что и когда делать помните что непринятие вообще никакого решения может быть столь же смертельно опасно как и неправильное решение многие из решений которые вы принимаете или не принимаете будут иметь вечные последствия сейчас то самое время когда нужно становиться последователями иисуса христа то есть принять его приглашение следуй за мною это решение мы уже однажды приняли в нашу предземной жизни а теперь мы должны принять его снова в земной жизни и мы подтверждаем его каждый день любых ситуациях когда берем на себя имя спасителя помним о его искупительной жертве и соблюдаем его заповеди мы обещали поступать так вступая в завет прекращения у нас есть возможность обновлять эти заветы каждую неделю во время причащения сейчас то самое время когда мы должны организовывать себя и подготовиться к тому чтобы святой дух стал нашим постоянным спутником это значит что нам надлежит поступать так как вас учили ваши родители и руководители изучать священные писания молиться утром и вечером выглядеть опрятно и благопристойно следовать распорядку ставить цели достигать их быть честными в делах соблюдать обязательства и быть достойными того священства которым вы владеете всегда всегда придерживайтесь нравственных норм изложенных пророками в брошюре во имя нравственной силы молодежь сейчас то самое время когда вам нужно решить кто ваши друзья и стать достойными того чтобы обрести праведную спутницу на всю вечность это очень просто братья как учила меня моя мама два сапога пара ваши сверстники могут либо вдохновлять вас на великие поступки либо искушать и уводить на мрачные пути страданий настоящие друзья помогают по евангелию они никогда не заставят вас выбирать между их путями и путями господа они помогают нам быть такими людьми которые привлекают к себе других настоящих друзей и они помогут вам стать такими мужчинами с которыми праведные женщины захотят быть вместе вечно если вы хотите иметь таких друзей спросите себя а такой ли я сам друг для тех кто рядом со мной хотел бы я чтобы моя вечная напарница по характеру и качестве была похожа на меня сейчас то самое время когда вы должны готовиться к служению на миссии в зависимости от ваших личных обстоятельств вы вероятно сможете служить на миссии полного дня обращая людей веру при всей важности этого шага помните что еще более важно посетить храм и сделать это лучше всего на пути к своей миссии миссия это неоценимая возможность соблюдать храмовые заветы жить по закону посвящения предоставляя все свое время таланты и дары господу и служить ему всем сердцем мощью разумом и силой я всегда думал что эти два года служения будут десятины времени за первые 20 лет вашей жизни но даже если вы не сможете служить на миссии полного дня у вас есть возможность подготовиться к тому чтобы в будущем когда придет время прийти в храм и там вступить в священные заветы благодаря которым вы сможете получить свои вечные благословения сейчас то самое время когда вам необходимо готовиться к получению профессионального образования и пройти обучение будучи молодыми мужчинами священства ронова вы проходите стажировку в этой жизни ваше усердие в школьных занятиях даст вам возможность будущем последовать наставлению президента хинкли получить все образование кто какой только то вам доступно примите теперь решение что будете стараться изо всех сил в школе и дома тогда когда по возможности постучат вам дверь вы будете готовы открыть ее и воспользоваться этими возможностями всем нам належит помнить каждому человеку дается свой дар развивайте свои дары и таланты юноша внимательно из молитвы выбирайте предметы учебные программы и работы которые подготовят вас к большим возможностям и большей ответственности в будущем сейчас то самое время когда вам нужно проявить послушание в предземном существовании мы не повиновались лишь некоторым избранным законом игнорируя другие мы не выбирали каким частям вечного плана последует я усвоил этот урок в летной школе во время своего первого самостоятельного полета в ночных условиях нам всем был дан приказ ночью запрещаются любые фигуры высшего прилетажа вы начинающие пилоты у вас нет опыта полета по приборам спустя некоторое время один неплохой до этого случая пилот не захотел повиноваться тому приказу исполняя в ночном техасском небе петли и бочки он посмотрел через фонарик кабины увидел огни которые по ошибке принял за звезды хотя в действительности это были фонари нефтяных платформ и он потерял ориентацию стробежные силы вызвали у него ложное представление что самолет находится в правильном положении хотя на самом деле он был вверх тормашками и потянув ручку на себя чтобы подняться выше в ночное небо он нырнул к земле и врезался мерцающие огни нефтяных вышек когда вы пилотируете самолет то при изменении его положения всего на один градус ваше внутреннее ухо не сможет обнаружить это изменение братья юные и пожилые допуская избирательное повиновение мы изменяем наше положение относительно господа обычно ненамного всего на один градус в каждом таком случае и когда силы искусителя стараются ввести нас в заблуждение мы оказываемся неспособными обнаружить их поскольку теряем духовную ориентацию и когда нам кажется что мы следуем безопасным курсом в действительности мы направляемся к своей гибели в предземной жизни наше решение следовать за господом было полным и безоговорочно если мы будем поступать по такому же принципу во время земного испытательного срока то каждый из нас вернется к нашему небесному отцу сейчас то самое время когда нужно правильно использовать наше время необходимо в этой жизни приготовиться к людям к встрече бога я свидетельствую что вам будет достаточно вашего времени на земле если вы еще в юности научитесь мудро использовать ее о запоминай сын мой и учись мудрости в юношестве твоем да учись в юношестве твоем исполнять заповеди божьи сейчас то самое время когда вы должны обеспечить для себя право наследования на закате своей жизни ветхозаветный пророк иаков дал каждому из своих сыновей отцовское благословение рувима который был рожден первым по праву первородства причитались особые благословения однако отец сказал ему ты бушевал как вода не будешь преимущества задумайтесь на мгновение о том что означает фраза бушевал как вода когда воду сильно нагревают она испаряется когда ее охлаждают она замерзает а когда она бушует неограниченная берегами то смывает и уничтожает все что встречает на пути вам как носителям священства аронова тоже принадлежит правое наследование я призываю вас будьте послушными и сильными я взываю к вам не позволяйте вашим убеждениям растекаться по каплям и вашей решимости следовать за спасителем испаряться будьте твердыми как скала и никлонно живите по евангелию ни один из нас не знает всех благословений ожидающих вас впереди и единственная причина по которой мы можем потерять эти благословения это не повиновение не лишайте себя своего вечного наследия из-за мирских вещей давайте будем послушными и прямо сейчас начнем готовиться чтить защищать и получать наше великое право наследие молодые мужчины вы важнейшая часть воинства господня юные воины этих последних дней что посеете то и пожнете и думая о прекрасном урожае который ждет нас впереди я приглашаю вас поразмыслить над тем как вы будете принимать свои решения во время грядущего десятилетия закон урожая предлагает образец для принятия решений подготавливайте почву через молитву зная что каждый из вас сын божий все эти семена советую с теми кто даст вам здравый совет а затем ищите руководство святого духа пусть семена вдохновения взойдут прорастающие идеи нуждаются в хорошем уходе им также нужно время чтобы созреть свет вдохновения принесет духовный урожай который мы соберем когда в молитве попросим нашего небесного отца подтвердить нам правильность нашего решения и по мере того как мы будем следовать за этим светом темнота рассеется и свет станет ярче доколе не достигнуть совершенного дня в тот день когда мы окажемся в присутствии нашего отца небесного наконец будьте там где ваше место каждый из нас был там где его место во время небесного совета приняв великий план счастья которым мы сейчас следуем молодые мужчины взяв на себя обязательства перед собой своей семьей своим епископом или своим работодателем будьте там где ваше место и когда наступает время идти в церковь участвовать совместном мероприятии или выполнять поручение в коробе священства будьте там когда придет время оканчивать школу или курс профессионального обучения будьте там и когда придет время служить на миссии будьте там где ваше место когда девушка которую вы полюбите больше всего на свете встанет на коленю алтаря в святом храме божьем будьте там и конечно не в качестве свидетеля когда ваша семья соберется в целистриальном царстве будьте там где ваше место когда спасителя будет готов приветствовать вас после вашей жизни на земле и ваш небесный отец будет ждать чтобы заключить вас в свои любящие объятия будьте там где ваше место сейчас то самое время когда нужно готовиться к вашему десятилетию решений поэтому будьте верны будьте истинны будьте достойны будьте достойны тех девушек которые будут с вами на всю вечность их необходимо почитать так же как мы почитаем господа я свидетельствую вам ваш небесный отец знает что вы сегодня здесь ибо ибо вы воины его могущественной армии царства и ваш девиз сильны едины смелы мы за христом идем послушный командиру гимн радостно поем с верой мы идем господь нас искупил победим 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 с христом мы победим он ждет вас и он хочет чтобы мы были с ним и он ведет нас и в нем наша победа об этом я свидетельствую во имя иисуса христа аминь мои дорогие братья как же мы благословенные собраться сегодня вместе с первым президентством и двенадцать апостолами каждый присутствующий носитель священства будь ему двенадцать или сто двенадцать лет может благодаря нашему спаситель иисусу христу наследовать целестиальный порядок жизни это прекрасно осознавать и я знаю что это так вы отвечаете за ваш мир имея перед собой эту перспективу мы можем подумать на следующей истории молодой человек полной амбиции энергии поступил в прекрасный университет в то время он был священником в священстве Аронова его цель была высока он хотел быть врачом его намерение было чистой любви он хотел быть богатым он хотел играть в футбол так что он искал встреч с тренерами и в конце концов был принят в команду сейчас он мог бы иметь признание и основания для гордости уникальны для мира университетского спорта все это было у него в планах но он не придавал значения тому чему суждено было в конечном счете сломать его высокие и тщетные амбиции ему не удалось собрать в жительницу он упустил из виду значение соответствующей подготовки требования регулярной посещаемости и методичной учебы а также курс химии в колледже последствия наступили быстро и беспощадно не прошло и 90 дней случилось так в тот день когда он со своими 185 сантиметрами роста и 77 кг веса оказался на линии схватки напротив гигантского нападающего лучшей университетской команды он понял что там ему не место непривычные к серьезным занятиям его глаза и разум отказывались функционировать после недолгой работы с книгами венцом поражения был заключительный экзамен по химии достаточно сказать что его случайные ответы на вопросы с множеством вариантов даже не приблизились к закону средних чисел он провалился по всем статьям усердный труд миссия пробудившая в нем правильное видение жизненных целей и неумолимая подготовка в конечном счете преодолели следствие этого краткого периода неблагоразумия даже сегодня однако мне снятся кошмары о том курсе химии к счастью господь показал нам как избежать подобного неблагоразумия и страданий он сказал внимайте о вы народ церкви моей внимайте вы народы вдалеке и вы на островах морских слушайте вместе приготовьтесь приготовьтесь к тому что наступит ибо господь близок учение о втором пришествии миссии дает один из величайших стимулов подготовки к праведной жизни небесный отец знает что обещанные вознаграждения побуждают его детей творит дела праведности а обещанные наказания создают страх перед злыми делами таковы откровения относящиеся ко второму пришествию нашего господа эти откровения говорят о знамених и чудесах на земле и небесах они указывают на трудные времена и ожидания ожидаемые события самые разные по возможностям и продолжительности и что важнее всего мы получаем эти небесные обещания господь будет также иметь силу над своими святыми и будет царствовать среди них дабы по проведению моему несмотря на страдания которое постигнет вас церковь могла стоять независимой выше всех других тварей над целестиальным миром и если вы готовы то не будете бояться носители священства ведомы этими обещаниями к тому чтобы готовить себя и свои семьи к появлению господа нет нужды беспокоиться о событиях приводящих к второму пришествию давайте лучше преисполнимся благодарности за наше понимание того что нас ждет давайте будем признательны за то что мы сами отвечаем за собственный мир будучи порученцами господа в отношении того что он нам доверил формула успеха проста будьте верны разгрузите свою жизнь собирайте в житницу будьте верны как носители священства мы культивируем мягкое прикосновение и доброе слово мы люди которые молятся соблюдают день субботной святости и знают слово бога мы платим десяти но постимся и делаем щедрые пожертвы не от поста мы соблюдаем свои заветы и посвящаем жизнь созиданию царства божьего и братья мы собираем в житницу если мы будем это делать господь будет также иметь силу над своими святыми и будет царство среди нас разгрузите свою жизнь как мужи божьи мы отбрасываем все лишнее и оставляем то что назидает ибо то что не назидает не от бога если дела занятость стремление или график мешают нам ставить бога на первое место мы должны остановиться и разгрузить нашу жизнь если у нас есть долги мы выплачиваем их и живем без долгов насколько это возможно и братья мы собираем в житницу тогда по проведению господня несмотря на страдания церковь со своими людьми могла бы стоять независимой собирайте в житницу жены играют важную роль в этой работе но им нужны мужья которые руководят семейной подготовленностью дети нуждаются в родителях которые прививают им эту праведную традицию тогда они будут так же поступать со своими детьми и житницы их не опустеют кардинальный принцип Евангелия это готовиться к тяжелым временам работа трудолюбие бережливость часть царского порядка жизни помните эти слова Павла если же кто о своих и особенно о домашних не печется тот отрекся от веры и хуже неверного перед нами сидят три председательствующих первосвященника которые образуют первое президентство церкви от президента Джеймса Фауста второго советника мы слышим каждый отец и каждая мать хранители семейных запасов им следует запасать то чем хотела бы располагать их семья в чрезвычайной ситуации и Бог поддержит нас в наших испытаниях от президента Томаса Монсона первого советника мы слышим гораздо больше людей могли бы выдержать экономические штормы в своей жизни если бы у них был годовой запас пищи и они были бы свободны от долгов сегодня мы видим что многое следует этому совету с точностью наоборот у них годовой запас долгов и они свободны от продуктов питания от президента Гордона Б. Хинкли пророка Господнего мы слышим самое лучшее место для хранения запасов продовольствия это наш дом мы можем начать с малого мы можем начать с запаса продовольствия на неделю и постепенно довести его до месячного а потом и трехмесячного объема боюсь слишком многие считают создание запаса продовольств на длительный срок столь трудным делом что они даже и не пытаются начинайте с малого и постепенно двигайтесь к разумной цели вдохновенная подготовка опирается на фундамент веры в Иисуса Христа послушание и бережливый образ жизни члены церкви не должны доходить до крайностей но им следует начать мы призываем носителей священства запасать столько чтобы вы и ваша семья могли пережить превратности жизни пожалуйста проследите чтобы те кто верен в вашей заботе получили эти брошюры озаглавленные приготовьте все необходимое увещевайте их готовиться сейчас ибо черный день не за горами руководители священств подключайте общество милосердия к работе по семейной подготовности и ведению домашнего хозяйства женщины церкви нуждаются в вашей поддержке и откликнутся на ваше руководство каждая вспомогательная организация церкви может культивировать среди своих членов веру и бережливость призывайте наших прихожан регулярно добавлять в их домашнее хранилище несколько полезных продуктов питания и питьевую воду они должны откладывать деньги пусть всего несколько монет в неделю благодаря этому скромному подходу вскоре у них будет запас на несколько месяцев со временем они могут превратить эти скромные усилия в долговременные запасы добавляя такие важные продукты как зерно, бобовые и другие запасы которые будут поддерживать их жизнь если им больше нечего будет есть делая все что в наших силах мы можем быть уверены что мука в катке не истощится и масло в кувшине не уводит мы будем наслаждаться большей мудростью безопасностью спокойствием духа и личным благополучием мы будем готовы а значит не будем бояться в заключение я представляю вам семью Лука и Патрицию Ваккарона они живут в маленьком городке около Рима и Италии в недавнем письме они написали мы решили после того как попробовали что важно запасать продукты которые мы употребляем иногда нам приходится менять свои привычки в отношении еды чувство покоя и желание быть верными заповеди данные Господом через современного пророка помогает нам ощущать Святого Духа не бояться и видеть что знамение времени для второго пришествия Господа это благословение а не причина для страха мы радуемся этому это побуждает нас быть верными и претерпевать до конца чтобы обрести спасение и жизнь вечную в качестве заключительной мысли брат Ваккарона пишет простите мне мой английский надеюсь вы понимаете что я пытался вам объяснить брат и сестра Ваккарона мы понимаем потому что это написано в Священном Писании надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой во всех путях твоих познавай его и он направит стеси твои во имя Иисуса Христа аминь спасибо братья а сейчас хоры собравшиеся исполняют гимн давай ликовать а затем перед нами выступит президент Джеймс и Фауст второй советник в первом президентстве после его выступления я с большим удовольствием выступлю перед вами сейчас исполнение хора и собравшихся аминь он СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Братья, сегодня вечером, я хочу обратиться к вам так, как обратился бы к своим внукам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Обладание священством – это огромная честь. Тем не менее, в церкви любой достойный мужчина или юноша, старше 12 лет, могут получить его. Священство – это власть, которая дается мужчине, чтобы он мог служить от имени Бога. Это власть, которую никто не может взять на себя по своей воле. Как сказал Павел, никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Эта власть превыше всего, что может быть создана человеческими силами. Молодой священник по имени Питер написал о случае, который научил его тому, что власть священства абсолютно реальна. В их приходе в провинции Онтарио, Канада, новообращенного юношу поддержали для посвящения в чин учителя в священстве Аароновым. И Питера попросили произнести слова «Таинство». Питер пишет, «Я никогда еще не возлагал руки на голову другого человека и не был уверен, что справлюсь. Но затем Дух заверил меня, что я смогу сделать это так, как нужно». Юноша, которого нужно было посвятить, сел на стул, а я встал у него за спиной. Наш президент Общества молодых мужчин подсказывал мне слова «Таинство», и я повторял за ним слово в слово. После того, как слова посвящения были произнесены, и мы сказали, «Теперь мы хотим дать тебе благословение», президент Общества молодых мужчин посмотрел на меня и дал знак, что теперь я должен продолжать сам. В тот самый момент значение священства открылось для меня совершенно в новом свете. Теперь это было не просто названием чина, но стало настоящей властью действовать от имени Бога, и эту власть я даровал теперь другому человеку. Я сделал паузу, ожидая, когда Дух пошепчет мне нужные слова. Мне трудно описать чувства, нахлынувшие на меня, когда я давал благословение, но могу сказать, что теперь у меня более твердое свидетельство реальности силы священства. Вы, молодые мужчины, безусловно, ожидаете получения высшего священства, священства Милхиседекова. Об этом высшем священстве пророк Джозеф Смит сказал. Оно было учреждено еще прежде основания земли, и до общего ликования утренних звезд, когда все Сыны Божии восклицали от радости. И это наивысшее и самое святое священство, и существует по Сану Сына Божия. Как носители священства, мы слушаем представителями Господа. В Киртлэнде в 1831 году Господь дал старейшинам церкви разъяснение об этом священном представительстве. Итак, так как вы – распорядители, вы действуете по поручению Господню, и все, что вы делаете по воле Господней, есть дело Господня. Президент Хинкли часто напоминал нам, что миссионерская работа по своей сути – это обязанность священства. Это великая честь и большая ответственность – быть призванными на служение Господу и выполнять миссионерскую работу. Это служение приносит радость, которая сохраняется надолго, хотя иногда мы можем сталкиваться с трудностями и даже разочарованиями. Моя миссия сменила направление моей жизни. Она дала мне богатейший и весьма полезный духовный опыт в жизни. Служение на миссии подготавливает нас к той работе, которая ждет нас в жизни в будущем и к нашему вечному труду. Надеюсь, что каждый из вас станет человеком Бога. Таким человеком вы сможете стать через праведные дела. Вы будете чтить и возвеличивать свое священство, преуспевая, как сказал Павел, в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Не всегда легко следовать праведному плану и быть послушным законам общества и законам Господа. Однако, в конечном счете, соблюдение правил оказывается наилучшим путем получения всего, что обещано Господу. Все мы несем ответственность за наши действия. Мой опыт работы юристом научил меня, что, оказываясь в тюрьме, закоренелые преступники часто обвиняют своих отца, мать или общество. Все же, они по своей воле решили действовать против естества Божьего, а, следовательно, оказываются в состоянии, которое против естества блаженства. Некоторые из них даже заявляют, «Сатана заставил меня сделать это». В этом утверждении истина лишь то, что сатана соблазняет нас, склоняя к плохим поступкам. По сути же, утверждение ложно, так как у нас есть свобода воли. Сатана не в силах заставить нас сделать то, что мы решили не делать. Ловушки и капканы могут встретиться на пути каждого из нас, будь то в юности, в среднем возрасте или в старости. Как однажды кто-то заметил, когда мы молодые, мы сами находим в себе проблемы, а когда мы пожилые, проблема находит нас. Все большая вседозволенность в обществе побуждает нас еще крепче держаться за железные перила праведности, дабы получить от Господа благословение и защиту. В заигрывании с искушениями сатаны кроется серьезная опасность. Мы должны быть бдительными в отношении всех форм зла каждый день нашей жизни. У всех вас, молодых мужчин, наделенных священством, есть обязанность уважать женщин всех возрастов. Когда вы ходите на свидания с прекрасными девушками церкви, ваш долг – обеспечивать их физическую безопасность и защищать их добродетель. Священство, которым вы владеете, возлагает на вас большую ответственность следить за тем, чтобы высокие нравственные нормы церкви всегда соблюдались. Вы знаете, что нельзя приближаться к границе сексуального искушения. Вы потеряете в себе часть того, что свято, если перешагнете эту черту и злоупотребите великими силами продолжения рода. Кажет, как же может кто-то из нас надеяться сыграть важную роль в этой жизни или в вечности, если мы не способны контролировать самих себя? Жениться на праведной женщине, которая любит Господа, любит вас и уважает священство – это одно из величайших благословений, доступных в этой жизни и в вечности. Я убедился в этом, прожив больше 60 лет браки с моей женой Руфью. Друзья и знакомые значительно обогащают нашу жизнь, но такие отношения могут быть временными. Никто не любит вас и не волнуется о вашем благополучии больше, чем ваши родители. Возможно, вы подвергаете сомнению то, что они говорят вам, но вы не можете подвергать сомнению их любовь к вам и заботу о вашем благе. Придет время, когда вы, молодые мужчины, должны будете заботиться о жене и детях, которые будут зависеть от вас. Когда вы обзаведетесь семьей, на вас ляжет ответственность за благополучие жены, а затем и детей. Брак и отцовство могут принести вечное счастье и радость. Как сказал президент Джозеф Ф. Смит, именно на семейной жизни, основанной у вековеченно руководства церковью, чтобы реализовать себя и найти возвышенное удовлетворение в семейной жизни, оба супруга должны быть всецело преданы брачным музам. Президент Дэвид О. Маккей сказал, «Когда кто-то ставит дела или удовольствия при высшей семье, с этого момента он начинает терять духовную силу. Некоторые из вас следуют правильным путем и успешно справляются с некоторыми из жизненных задач. Мы гордимся с вами. Мой отец однажды рассказал мне, как он полагал, что все трудное будет позади, когда он закончит университет и получит диплом юриста. Он сказал, что на самом деле получение высшего образования стало только началом, настоящих испытаний. Трудности и испытания никогда не окажутся у нас позади. Мы не сможем быть свободны от мерзких проблем. Мы живем в эпоху узкой специализации. Когда я был мальчишкой, самой распространенной моделью автомобиля был Форд модели Т. В сравнении с современными машинами он был относительно примитивным по конструкции. Многие владельцы были способны чинить свои машины, регулировать клапаны, менять поршневые кольца и тормозные колодки и возиться с толстыми пучками проводов. В ныше синие времена автомобили настолько сложны, что средний владелец очень мало понимает в плане ремонта. Сегодня механики используют компьютеры для диагностики двигателей. Я привел этот пример, чтобы призвать вас, молодые люди, получать образование и профессию, без которых вы не будете востребованы. Техническое образование очень важно, как и высшее образование в других областях. Овладение любым навыком требует специальной подготовки и обучения. Неважно, какую профессию вы выберете для себя в жизни. Важно то, чтобы это было благородное дело. Как вы будете обеспечивать свою семью – это ваше решение. Приобретение профессионального навыка – хороший способ оплатить счета, но в действительности необходимо нечто большее. Нужно иметь личные интересы. Не увлекайтесь материальной стороной жизни до такой степени, чтобы потерять свою человеческую сущность. Вспомните одного из персонажей Диккенса, Джейкоба Марли. Сокрушаясь по поводу того, что слишком много отдавал сил работы, он восклицал – дела, забота о ближнем – вот что должно было стать моим делом. Общественное благо – вот к чему я должен был стремиться. Каждый из нас должен вносить свой вклад в укрепление общества и особенно в выполнении работы Бога. Я познал, что для тех, кто владеет священством, лучшая формула успеха – «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Успех не придет в одночасье, потому что необходима подготовка и усердный труд. Путь к успеху не бывает коротким и простым. Каждый из нас – уникальное творение нашего Небесного Отца. Среди нас нет двух одинаковых. Не бывает людей с совершенно одинаковыми талантами и дарами. И эти дары и таланты нам необходимо развивать и использовать, становясь еще более уникальными. Например, я помню, как по соседству с домом, где я рос, жил один замечательный молодой человек, который не был высокообразованным, но умел делать своими руками красивую мебель. Мы были призваны с ним в армию в один и тот же день. Он долго не мог научиться заправлять свою кровать так, чтобы не вырезывать нарекания начальства. Но зато умел превращать деревянные заготовки в произведения искусства. Президент Говард Хантер сказал, «Некоторым кажется, что талант, творческие способности, моральная стойкость или величие души – качества, более присущие не молодежи, а скорее зрелым людям». Это не так. Вам, молодым мужчинам, обещано великое будущее. В вашем распоряжении будут знания, которых прежде у человечества не было. Эти знания позволят вам вносить вклад в развитие современного предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и различных профессий. Кто-то, возможно, будет защищать жизненные цельности, ценности на полях сражений. Вам быть среди тех, чьими стараниями законы Евангелия будут распространяться по миру, и вы будете помогать церкви расти. Теперь, мои дорогие внуки и все такие особенные молодые мужчины, кто слышит мой голос, я говорю вам, идите вперед, идите вперед с верой и в праведности. Если вы пойдете по этому пути, Господь укрепит и возвысит вас так, чтобы вы смогли выполнить великие задачи. Я свидетельствовал о сильнейшем и глубочайшем влиянии, которое священство оказало на мою жизнь. На протяжении всех долгих лет жизни я старался не скрывать свои принадлежности церкви и своих убеждений от других людей. И я не помню ни одного случая, когда это повредило бы моей карьере или я потерял бы ценных друзей. А я оставляю сегодня с вами мое свидетельство и мое благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, сегодня вечером мы стали участниками Могущественной Ассамблеи Священства, представленной не только в этом конференц-центре, но и в других местах по всему миру. Мне предоставлена огромная честь говорить с вами. Я молюсь, чтобы Дух Господа вдохновлял мои мысли и слова. В течение нескольких последних недель, размышляя над тем, что я хотел бы сказать вам сегодня вечером, я не раз задумывался о данном нам благословении быть носителями Святого Священства Бога. Если мы посмотрим на мир как на единое целое с населением более 6,5 миллиардов человек, то поймем, что мы с вами составляем очень маленькую группу избранных людей. Мы – носители Священства. Это рота избранной, царственное Священство, как сказал о нас апостол Петр. Президент Джозеф Ф. Смит определил Священство как власть Божия, которой был наделен человек, дабы действовать на земле ради спасения семьи человеческой. И этой властью человек может оглашать волю Бога, как если бы ангелы были здесь и сами оглашали ее. Этой же властью люди уполномочены связывать на земле, и это будет связано на небесах, и расторгать на земле, и это будет расторгнуто на небесах. Президент Смит добавил, «Священство свято, соответственно, люди должны относиться к нему, как к святыне». Братья мои, священство – это дар, с которым приходят не только особые благословения, но и важнейшие обязанности. Это наша обязанность – жить так, чтобы всегда быть достойными священства, которым мы владеем. Мы живем в такое время, когда вокруг много того, что соблазняет нас и может увести на пути, ведущие к погибели. Чтобы избегать таких путей, нам требуется неуклонная решимость и мужество. Мужество нам действительно необходимо. Эту истину я усвоил в самых наглядных и драматичных обстоятельствах много лет назад. В то время я служил епископом. В зале собраний на храмовой площади в Сотлэк-Сити проходила общая сессия конференции нашего кола. Нам предстояло реорганизовать президентство кола. Носители священства Аронова, включая членов епископства, обеспечивали музыку для конференции. Когда мы исполнили первый из отобранных гимнов, наш гость, президент Джозеф Филдзинг Смит, вышел на трибуну и зачитал имена новых членов президентства кола, чтобы собрание поддержало их. Я уверен, что другие члены нового президентства были заранее предупреждены об этих собраниях. Но некоторые не были предупреждены. И я не был предупрежден. Я должен был быть вторым советником в президентстве кола. Я совершенно не знал об этом. Когда я припоясывал мое чресло, я нашел в себе мужество принять это призвание и стать советником в президентстве кола. Я вспомнил как раз вот эту песню, которую мы исполнили. Она имеет отношение к слову мудрости и называлась «Имей храбрость, мой мальчик, сказать нет». А в тот день, приняв призвание темой своего свидетельства, я сделал фразу «Имей храбрость, мой мальчик, сказать да». Призывы быть мужественными звучат в наш адрес постоянно. Мужественными, чтобы твердо стоять за свои убеждения. И мужественными, чтобы выполнять свои обязанности. Мужественными, чтобы чтить наше священноство. Повсюду, куда бы мы ни шли, наше священство следует вместе с нами. Стоим ли мы на святых местах? Президент Дж. Рубин Кларк, младший, много лет служивший советником в первом президентстве, говорил, «Священство — это не костюм, который вы можете надевать и снимать. Это вечное обличение, зависящее от нас». И он продолжал, «Если бы мы действительно были убеждены в том, что не можем отложить священство в сторону, и что Бог призовет нас к ответу, если мы принизим и запятнаем его, это спасло бы нас от многих поступков и от посещения многих мест. Если бы каждый раз, начиная сходить с прямого и узкого пути, мы помнили, «Я несу с собой мое священство». Должен ли я делать этот шаг? То это быстро бы вернуло нас назад, на прямой и узкий путь. Конец статьи. Президент Спенсер Кимбелл сказал, «Нет предела силе священства, которым вы владеете. Предел появляется, если вы не живете в гармонии с Духом Господним, и тогда вы ограничиваете свою силу». Мои братья посвященства, от самого юного до самого пожилого, живете ли вы в соответствии с требованиями Господа? Достойны ли вы того, чтобы владеть священством Божьим? Если нет, вы должны принять решение здесь и сейчас набраться требуемого мужества и изменить то, что нуждается в изменении, дабы ваша жизнь стала такой, какой должна быть. Чтобы безопасно проплыть по морям земной жизни, нам необходимо руководство Вечного Капитана, Великого Яговы. Если мы получили от Господа поручение, то мы имеем право на Его помощь. Его помощь приходила ко мне бесчисленное количество раз на протяжении всей моей жизни. В конце Второй мировой войны мне исполнилось 18 лет, и я был посвящен в старейшины. Всего за неделю до того, как отбыть на действительную военную службу на флоте. Член епископства моего прихода пришел на вокзал, чтобы проводить меня. И перед отъездом поезда он вложил в мои руки книгу, которую я хочу показать вам сегодня. Она называется «Справочник миссионера». 1944 года выпуска. Я рассмеялся и сказал, «Но я ведь еду на флот, а не на миссию». А он ответил, «Все равно возьми ее». Она тебе пригодится. И она действительно пригодилась. Во время курса молодого бойца командир нашего отделения учил нас, как лучше упаковывать одежду в большой флотский вещмешок. Он говорил, «Твердые прямоугольные предметы лучше всего размещать на дне мешка. И тогда мешок будет хранить форму, и одежда будет меньше мяться». Я сразу вспомнил, что у меня есть такой твердый прямоугольный предмет, «Справочник миссионера». Этот прослужил мне 12 недель. на дне этого мешка. Вечером, накануне нашего рождественского отпуска, наши мысли были, как обычно, дома. В кубриках царила тишина. Внезапно я услышал стоны, увидел, что мой друг и сосед покойки, тоже член церкви, Лилан Мэрил, страдал от боли. Я спросил его, «Что случилось, Мэрил?» И он ответил, «Я болен, мне очень плохо». Я посоветовал ему сходить в санчасть, но он ответил, что «Нет, если он пойдет туда, его точно не отпустят домой на Рождество». Я, наверное, посоветовал ему встанать потише, чтобы мы не разбудили, но шли часы, и его стоны становились все громче. Тогда в отчаянии он прошептал, «Монсон, ты ведь старейшина». Я ответил, «Утвердительно, и тогда он стал умолять меня, дай мне благословение». Я прекрасно знал, что никогда прежде не давал благословения. Я сам никогда не получал такого благословения. Я даже не видел, как благословляют для других. в молитве я обратился к Богу за помощью. И ответ был таким, «Посмотри, что у тебя лежит на дне вещевого мешка». И вот так в два часа ночи я вытряхнул на палубу все, что было в мешке. И, поднеся к ночнику твердый прямоугольный предмет, я увидел справочник миссионера. Я открыл его и прочитал, как нужно благословлять больных. И на глазах у 120 любопытных моряков я совершил это таинство. Не успел я упаковать вещи обратно, как Лиланд Мэрил тихо уснул, как ребенок. На следующее утро Мэрил повернулся ко мне и с улыбкой сказал, «Монсон, я очень рад, что у тебя есть священство». А превзойти его радость могла только моя благодарность. Благодарность не только за священство, но и за то, что я был достойным получить помощь, в которой так остро нуждался, и применить власть священства. Братья, наш Господь и Спаситель сказал, «Приходи, следуй за Мною». И когда мы принимаем Его приглашение, следуем Его путем, Он направляет наши шаги. В апреле 2000 года я почувствовал такое руководство свыше. Мне позвонила сестра Роза Салас Гиффорд, с которой я не был знаком. Она объяснила, что к ней из Коста-Рики приехали погостить на несколько месяцев ее родители. И всего неделю назад у ее отца, Бернарда Агуста Саласа, был выявлен рак печени. Она сказала, что, по словам врачей, ее отцу оставалось жить несколько дней. И перед смертью объясняла она, он очень хотел бы встретиться со мной. Она оставила свой адрес и попросила, если у меня будет возможность приехать в ее дом в Сотлэк Сити, чтобы пообщаться с отцом. Из-за моих встреч и обязательств в тот день я покинул офис довольно поздно. Вместо того, чтобы ехать прямо домой, я почувствовал внушение, направившее меня на юг, к дому, где находился брат Салас, чтобы навестить его именно тем вечером. Держа в руке бумажку с адресом, я попытался найти тот дом, но несмотря... но из-за довольно плотного движения на дороге и пустившегося сумрака, я оказался в месте, где должна быть дорога, ведущая к дому, но я не нашел ее. Я объехал квартал и вернулся на то же место. Дороги там не было. Еще одна попытка тоже была безрезультатной. Я почувствовал, что вполне могу отправляться домой. Я честно пытался помочь, но найти нужный адрес у меня не получилось. Однако, вместо того, чтобы уехать, я вызвал помощь в тихой молитве. Через вдохновение пришла подсказка. я должен был подъехать к тому месту с противоположной стороны. Я отъехал на некоторое расстояние и развернулся. Движение с этого направления было гораздо менее плотным. И, приближившись опять к этому месту, но уже с другой стороны, в тусклом, сумрачном свете, я увидел знак, лежащий на обочине, и за ним почти невидимую заросшую дорожку, ведущую к небольшому многоквартирному дому и единственному отдельно стоящему домику в стороне от главной дороги. Приближившись к тем домам, я увидел маленькую девочку в белом платье, махавшую мне, и я знал, что нашел семью, которую искал. Меня проводили в дом, а затем в комнату, где лежал брат Салас. Вокруг его постели собрались три его дочери и зять, а также сестра Салас. Все, кроме зятя, приехали из Коста-Рики. Вид брата Саласа говорил о его тяжелом состоянии. На лбу лежал влажный платок с потрепленными краями, что не полотенце, но старый обвечал платок. Это подчеркивало стесненные материальные обстоятельства той семьи. С некоторым усилием брат Салас открыл глаза, и слабая улыбка появилась на его губах, когда я взял его за руку. Я сказал, «Я пришел познакомиться с вами, и слезы потекли из его глаз, да, из моих тоже. Я спросил, не хотят ли они, чтобы я дал благословение, и все единодушно согласились. поскольку у зятя не было священства, я один приступил к совершению этого таинства священства. Слова, казалось, стекли свободно под руководством Духа Господня. Я включил благословение слова Спасителя из 84-го раздела учений заветов, стих 88. Я предвиду перед лицом вашим. Я буду по правую вашу руку и по левую, и Дух мой будет в сердцах ваших и Ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас. После благословения я обратился к членам семьи со словами утешения. Я тщательно выговорил слова, чтобы им было легче понять мой английский язык. И затем, используя все мои скудные знания испанского языка, я дал им понять, что люблю их, и что наш Небесный Отец обязательно благословит их. Я попросил их семейную Библию и привлек их внимание к третьему посланию от Иоанна, стих 4. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И затем я сказал, вот что ваш муж и отец, готовящийся покинуть это земное бытие, хочет, чтобы вы помнили. Милая жена брата Саласа тогда попросил меня записать эти две ссылки, чтобы семья могла позже перечитать их. Она плакала. Поскольку у меня при себе не нашлось ничего, о чем я мог бы записать, сестра Салас достала из своего кошелька бумажку и протянула мне. И взяв ее, я заметил, я заметил, что это была квитанция об оплате десятиной. Это тронуло меня до глубины сердца, ибо я увидел, что, несмотря на чрезвычайно скромные обстоятельства, в которых жила семья, они преданно платили свою десятину. после нашего теплого прощания они проводили меня к машине. По дороге домой я думал об этом особом духе, который мы ощутили. Я испытал, как и много раз прежде, чувство благодарности за то, что мой Небесный Отец ответил через меня на молитвы другого человека. Братья мои, давайте будем всегда помнить, что священство Божие, которым мы владеем, это святой дар, который приносит нам, а также тем, кому мы служим, благословение Небес. Давайте же везде, где бы нам не довелось быть, чтить и защищать это священство, и да будем мы всегда достойны помощи Господа, вершая Его дело и работу. Идет война за души людей, за вашу душу, из-за моего. Эта война продолжается без перерыва. Подобно сигналу горно звучит Слово Господа, обращенное к вам, ко мне и ко всем носителям священства. А потому, пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит назначенным учением со всем усердием о том, чтобы у нас было мужество для всего этого. я молюсь смиренно и делаю это во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Мы напоминаем вам, что трансляция выступления табернакального хора состоится завтра утром с 9.30 до 10.00 утра по местному времени. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем признательность хору священства из университета имени Брега Маянга за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня вечером. Президент Гордон Б. Хинкли, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Хинкли хор исполнит гимн «Я люблю Господа». Заключительную молитву произнесет старейшина Пол Б. Джонсон, член Кворума 70. Президент Хинкли Мои дорогие братья в освященстве, какое-то вдохновение вглядываться в лица 21 тысячи человек здесь в конференц-центре, зная, что еще миллионы собрались в церковных залах и других местах во всем мире. Жаль, что я такой старый, так как жизнь становится все интереснее. «Как всем вам известно, я был посвящен и рукоположен в качестве президента церкви 12 лет назад, а именно 12 марта 1995 года. старейшина Баллард старейшина Баллард собрал некоторые цифры, касающиеся этих 12 лет. Я цитирую по его данным. 387,750 миссионеров отслужили на миссии. Это почти 40% от числа миссионеров, когда-либо служивших в этом устроении. 40% за 12 последних лет от 177 лет, прошедших с момента организации церкви. 4 миллиона 400 тысяч обращенных приняли крещение. Это более четверти от нынешней численности членов церкви. Общее количество миссий в церкви возросло с 303 до 344 и скоро к ним добавятся еще три. Поддержание интереса к церкви, судя по посещаемости причастных собраний, посвящениям священства и верности в уплаты десятины, значительно укрепилось. При том, что все это чрезвычайно важно, я убежден, что если мы проявим чуть большую преданность, то это прекрасное, недавнее прошлое может стать лишь прологом к еще лучшему будущему. Давайте все вместе упремся плечом в колесо и будем толкать, выполняя свой долг с сердцем полным песни. Это дело требует усилий, и пусть никто не отлынивает в колесо, уприс плечом и толкай. Теперь я хочу перейти к другому вопросу. Я уже говорил об этом много лет назад. Я повторяю это потому, что те, кто слышал это тогда, многое с тех пор забыли, а те, кто не ослышал, должны услышать. Это касается президента Джозефа Ф. Смита, который служил президентом церкви с 1901 до 1918 года, то есть 17 лет. Джозеф Ф. Смит был сыном Хайрама Смита, брата пророка Джозефа, принявшего вместе с ним мученическую смерть в Картридже. Джозеф Ф. родился в Фаруэст, штат Миссури, 13 ноября 1838 года. Он покинул Миссури младенцем. Когда ему не было еще из шести, он услышал стук в окно дома его матери внову. Это был человек, только что прискакавший из Картриджа, который сказал сестре Смит, что ее муж убили в тот день. Когда ему было 9, он правил упряжкой валов со своей матерью, направляясь через равнины в эту долину. В 15 лет его призвали на миссию на Гавайи. Он добрался до Сан-Франциско и работал там на кровельном заводе, чтобы заработать на билет до островов. Гавайи тогда не были туристическим центром. Их населяли коренные гавайцы, в основном бедные, но щедрые тем, что у них было. Он научился говорить на их языке и любить их. Когда он там служил, ему приснился замечательный сон. Я цитирую из его рассказа об этом. Он сказал, «Я был весьма угнетен, находясь на миссии. Я был почти без одежды и совсем без друзей, если не считать дружбы с бедным, отсталым народом. Я чувствовал, что очень опустился среди этой нищеты недостатка интеллекта и знаний, что был просто мальчишкой и едва смел взглянуть кому-нибудь в лицо. Когда я был в таком состоянии, однажды ночью мне приснился сон, будто я в пути, и у меня такое чувство, что я должен торопиться, торопиться изо всех сил, иначе опоздаю». Я бросился вперед со всех ног и помнил только, что у меня есть небольшой узелок, платок, в который что-то завязано. Я не осознавал, что это за узелок, когда мчался изо всех сил. Но в конце концов, я приблизился к какому-то удивительному дворцу и почувствовал, что именно туда мне и надо. Когда я подбежал к нему, так быстро, как только мог, я увидел надпись в ванной. Я быстро повернул туда, вошел в ванную и чисто вымылся. Я разверзал тот узелок, который был у меня, и там оказалась пара чистого белого одеяния, чего я уже давно не видел, поскольку люди, среди которых я находился, не особенно заботились о поддержании необычайной чистоты. Но мое одеяние было чистым, и я облачился в него. Затем я поспешил к тому, что оказалось большим проемом или дверью. Я постучал, и дверь открылась, и человек, который там стоял, был пророк Джозеф Смит. Он посмотрел на меня несколько укоризненно, и первыми его словами были, «Джозеф, ты опоздал?» Тем не менее, я набрался храбрости и сказал, «Да, но я чист, я чист». Он взял меня за руку и ввел внутрь, а затем закрыл огромную дверь. Я ощущал его руку столь же осязаемо, как и руку любого человека. Я знал его, и войдя, я увидел своего отца и Бригама Янга, и Хибера Кимбала, и Уилларда Ричардса, и других хороших людей, которых я знал. Они стояли в ряд. Я посмотрел, будто бы на другой конец этой долины, и она казалась заполненной великим множеством народа, но на первом плане были те, которых я знал. Там была моя мать, она сидела с ребенком на коленях, и я мог бы назвать многих, чьи имена я помню, которые сидели там. Они казались среди избранных, среди возвышенных. Когда мне снялся этот сон, я был один, на циновке, далеко в горах Габаев, и никого рядом со мной. Но в этом сне я сжимал в своей руке руку пророка и видел, как на его лице появляется улыбка. Проснувшись тем утром, я был уже мужчиной, хотя я оставался мальчишкой. В целом мире не было ничего, чего бы я боялся после этого. Я мог встретить любого взрослого или ребенка и посмотреть им в лицо, чувствуя в душе, что я мужчина до мозга костей. То видение, то явление и свидетельство, которым я наслаждался в тот раз, сделали меня таким, каков я теперь, если во мне есть хоть что-то хорошее или чистое, или непорочное пред Господом. Если во мне есть хоть что-то хорошее, это помогало мне во всех испытаниях и при всех трудностях. суть этого содержательного сна в укуре, высказанном Джозефом Смитом, юному Джозефу Ф. Пророк сказал, «Джозеф, ты опоздал?» Джозеф Ф. ответил, «Да, но я чист, я чист». Результат этого сна таков, мальчишка превратился в мужчину. Его заявление, «Я чист», дало ему уверенность в себе и смелость при встречах с людьми и с любыми ситуациями. Он получил силу, происходящую от чистой совести и подкрепленную одобрением пророка Джозефа. этот пророческий сон содержит нечто важное для каждого мужчины и юноши, собравшихся сегодня вечером в этой обширной аудитории. У нас есть старая поговорка, «Чистота уступает только благочестию». Пророк Исаия сказал, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны как порпур, как волну убелю». В современном Откровении Господь сказал, «Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господни, в мире, погрязшем в мерзости. Будьте чисты словами, мыслями, телом, одеждой». Каждому из вас я говорю, «Будьте чисты в речи». В наши дни часто звучит мерзкая речь. Неспособность изъясняться на языке, который чист, говорит о том, что ваш словарный запас чрезвычайно ограничен. Когда Иеговы писал на каменных скрижалях, он сказал детям израилевым, «Не произноси имя Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Господь подкрепил эту заповедь словами современного Откровения, цитируя, «Помните, что священно то, что исходит свыше, и об этом нужно говорить с осторожностью и по побуждению Духа. Будьте чисты мыслями, Господь сказал, и доделается все передо мной в чистоте». Мерзкий разум изъясняется на мерзком и вульгарном языке. Чистый разум изъясняется на языке, который позитивен и возвышен и в делах, которые приносят радость сердцу. Будьте чисты телом, одеждой и поведением. Не позволяйте себе татуировок, иначе когда-нибудь вы об этом пожалеете. Только болезненная и дорогостоящая процедура может удалить татуировку. «Будьте чисты, опрятны и аккуратны». Небрежная одежда ведет к небрежным манерам. Меня не очень заботит, что вы носите. Главное, чтобы ваша одежда была опрятна и чиста. Вспомните сон Джозефа Эф. Смита, когда он спешил во дворец, у него в руках был узелок из платка. Когда он вымылся и развязал его, то обнаружил там чистое одеяние. Всякий раз, когда вы прислуживаете или разносите причастие, вы должны выглядеть наилучшим образом, мои братья. Будьте уверены в своей личной чистоте. Итак, мои дорогие братья, я мог бы говорить и дальше. Я мог бы обсуждать с вами, что происходит в интернете с использованием компьютера, который приводит к деградации мыслей и поступков. Достаточно сказать, что совершенно это совершенно не подходит для вас, носителей священства Бога. Вы его избранные слуги. Вы посвящены в нечто святое и прекрасное. Вы не можете жить в миру и принимать мирские пути. Вы должны быть выше всего этого. Теперь, мои дорогие братья, да благословит вас Господь. Вам, юноше, я говорю, продолжайте ваше образование. Женившись, вы будете обеспечивать свою семью. Перед вами целый мир возможностей. И образование это ключ, который откроет для вас эти двери. Это будут двери во дворец, который приснился Джозефу Смиту, когда он, совсем юный, спал в горах на Гавайях. Благослови вас Бог, мои возлюбленные братья. Говорите с Господом в молитве. Укрепляйте свои отношения с Ним. Он всемогущий, имеющий силу возвысить и помочь. Я молюсь о том, чтобы это так и было. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Субтитры делал DimaTorzok 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 If I give in and to temptations fall Then strength grows slack I waste in sorrow's day My peace destroyed My enemies prevail Awake my soul No longer true in sin Rejoice my heart And let me praise the Lord my God Who is my rock and stain To keep me straight Upon his straight plain way Oh let me shake At the first sight of sin And thus escape My foes without Out and in I love the Lord In him my soul In him my soul In him my soul In him my soul Our Father in heaven Our Father in heaven Our Father in heaven We are grateful for the prophets and apostles We are grateful for the prophets and apostles We are grateful for the messages that have been spoken and received this evening We ask that you will bless us with your spirit Мы просим Тебя, благослови нас силой Духа Своего, чтобы мысли и чувства, которые были сегодня с нами, оставались, чтобы мы были чисты, чтобы мы были открыты Духу и были достойными носителями священства. Мы так благодарны, что могли услышать слова нашего пророка, возлюбленного Джозефа, президента Хинкли. Благодаря нам, укрепляй нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»